Йоу, ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видосе мы с вами отправимся сегодня на улицу тестировать удаленную игру на Xbox. Просто в новом приложении Xbox появилась новая функция, с помощью которой вы можете играть в игры от Xbox прямо на телефоне, и мне захотелось протестировать ее на улице, дабы, так скажем, прямо вот в нормальных условиях, поскольку тестировать ее дома, ну такое, потому что есть нормальный интернет и так далее. И, кстати, у меня появился вот такой вот офигенный рюкзак, который нам сегодня пригодится. За такой подгон огромное спасибо компании XC Design. Я, кстати, давно присматривал себе рюкзак для поездок, для влогов, и так сложились звезды, что мне посчастливилось иметь вот такой вот рюкзак. Кстати, если что, этот рюкзак называется Bobby Pro. Самое прикольное в нем то, что он сделан по уму, очень качественно и, самое главное, функционально. Очень нравится, что он имеет противокражность, поскольку молния у него на спине, и открыть его не так просто, если вы его одели. То есть можно спокойно ходить и не париться за безопасность своих вещей. Рюкзак очень объемный, можно положить много всего, поскольку в нем много всяких отсеков. Есть даже специальный отсек под ноутбук, это прям очень хорошо. И за этим отсеком есть еще один отсек, который может разделяться при необходимости. Но пока нам разделитель не понадобится. Плюс у него есть очень клевая штука под зарядку. В специальном отсеке есть два провода, USB и microUSB. Кладем туда power, присоединяем и все это закрываем. И давайте туда сразу же положим геймпад. И в итоге можем не беспокоиться за вещи и прям в дороге заряжать телефон или камеру. В рюкзаке есть много маленьких карманов на смене, на лямках. То есть сюда можно положить что-то нужное и то, что нужно быстро достать в случае чего. Сюда я лично положу USB провода для зарядки, а то мало ли. И есть такой очень удобный кармашек под карты. Но это прям очень удобно. Вдобавок ко всему этому есть очень клевая тема для ключей. Я ее нашел спустя три дня. Сначала я подумал, что это парашютное кольцо, но потом понял, что это просто мини карман и удобная вещь для ключей. Короче, рюкзаком я капец как доволен. Большое спасибо еще раз компании XC Design за такой подарок. Но на этом подарки не закончились. Если что, по моему промокоду Jumbo вы сможете купить любой их рюкзак с 20% скидкой. Плюс в подарок такую крутую маску получите. Если что, ссылку на их магазин, а также промокод я оставлю в описании. И давайте пойдем испытывать потоковую передачу. Так, короче, я выбрался, как вы видите, на улицу. И сейчас мы начнем это все тестировать. Я, конечно, молодец, что выбрал именно такую погоду. Именно такой фон, но, увы, чем богаты, тем и рады. Так, геймпад у нас есть. Теперь нам нужно вот такое вот крепление. Если что, это классное крепление для геймпадов Xbox One. Чтобы при помощи него можно было цепануть в телефон и играть будто на портативке. Если что, такое крепление вы можете купить просто на Али по моему промокоду, и он вам обойдется просто в копейки. И давайте протестируем. Если что, у Xbox есть приложение Xbox Bad. Раньше было приложение Xbox Streaming, но сейчас она не работает. Сейчас потоковая передача переместилась именно в классическое приложение. Кстати, прикольный логотипчик. Блин, вот офигенно. Блин, офигенно. Я погоду выбрал. Просто дожди фигарят. Но я молодец, пацаны. Но это заслуживает лайка. Если вдруг кто-то не знал, чтобы пользоваться такой вот функцией, нужно поставить Xbox на мгновенное включение, дабы он у вас включался сам при помощи приложения. Кстати, заценили, да, какая у меня толцовочка? Ждем, 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 пока он почему-то не хочет у нас коннектиться. И как будто у нас нифига не заработало. Ладно, пробуем еще раз. Может быть, просто тупит мобильная связь, не знаю. Но пока просто не удалось. Я предлагаю перейти в какую-то ТЦ-шку, потому что здесь мы, походу, ничего нормального не снимем, потому что идет дождь. Я, конечно, молодец. Мне надо было изначально прийти сюда, чтобы ничего не беспокоило. Так, давайте попробуем здесь затестить, включить приложение. Вообще, я хочу протестировать именно в таких условиях, потому что тестируйте U.A. в комнате дома, когда у тебя есть хороший интернет. Ну, особо нет смысла, ибо ты можешь просто поиграть на экране через саму консоль. Данное... О! Да, у меня загрузилось, но... Почему-то управление вообще никаким боком... Вот, оп-оп-оп, что-то стало появляться. Оно пытается как-то соединиться. Сейчас посмотрим, может быть, что-то... Возможно, сети есть проблемы. Так, ну, видимо, сеть улетает и прилетает. Но, знаете, даже в таких условиях, я думаю, что... Будет бесполезно что-либо запустить, потому что все лагает, не понимаешь, какое меню. Проблема. А давайте посмотрим, какая у нас вообще скорость интернета. Для начала, чтобы хотя бы убедиться, может быть, мы зря тестируем. Вот, проблема. Хоть у нас показывает 4G, но даже меньше 1 мегабита. Это проблема. С другой стороны, очень странно, потому что, в принципе, здесь рядом есть вышка. И фигово. Короче, на скачку и на загрузку минимум меньше 1 мегабита. И это вообще не годится. Понятное дело, почему ничего не запускается. И я даже пока не знаю, что сделать, потому что, в принципе, это реально такие вот агрессивные условия. Как там прошлый комментатор так написал. Уже, так скажем, такая беда у нас с сетью. Просто если реально, я не знаю, ты едешь в маршрутки, там сеть может быть еще хуже, поскольку она там прерывается, наоборот, возрастает. А тут как бы статика, мы стоим на одном месте. О, загустилось, все видно, но... Но полная жопа. Опять же, несмотря на то, что 4G, скорость, она все-таки фиговая для данной потоковой передачи. И мне кажется, единственным нормальным решением было, это просто найти какой-нибудь Wi-Fi, по типу, там, не знаю, в Бургер Кинге, может быть, просто в торговом центре. Просто какой-нибудь Wi-Fi, чтобы хотя бы минимальную скорость, но стабильную, он обеспечил. Потому что, ну, это никуда не годится, потому что ты даже не понимаешь, в каком-нибудь разделе. И, короче, ну, вы видите. Плюс попытка повторного подключения. Ну, и несмотря на это, он как бы переподключает, и все четко. Но единственное, опять же, он, видимо, просто стоп-кадрит, и ты не понимаешь, где он. Чтобы пользоваться данной функцией, мне кажется, у вас есть два варианта. Либо найти то место, где нормально ловит, да, может быть, это прямо в середине города, может быть, это прямо около вышки. Ну, короче, где-то там-то. Либо подключиться к какому-нибудь нормальному стабильному Wi-Fi, чтобы поиграть. К сожалению, пока эксперимент не удается, потому что он просто не подключается. Даже запустить что-либо, мне кажется, очень проблематично. Давайте попробуем еще раз измерить скорость, и, не знаю, может быть, перейти в какое-нибудь другое место. Нет, это не годится, там даже проверять нечего. Так, я нашел более прикольное место, где связь более-менее нормальная, там около 10 мегабит. Сейчас попробую запустить и посмотреть, как будет здесь. О, серьезно? Нет. Я увидел первую диету, типа, он перелистнул, а в итоге опять заглючил. Она называется «Жумбек в поисках сети», потому что без сети, к сожалению, не поиграешь. Загрузило, но он вообще никак не может среагировать. Так, я понимаю, что сейчас у меня включен Xbox, и он как бы там все делает, но через экран это не видно. Поэтому, мне кажется, что с этого можно сделать вывод, что, к примеру, в каком-нибудь автобусе, в метро вы не поиграете вообще никаким боком, потому что у вас будет просто вот так вот висеть. И это, на мой взгляд, капец как минус. Короче, к сожалению, не получилось проэкспериментировать, потому что либо не ловила связь, и я не нашел нигде Wi-Fi. Да, случилось такое, что в 2021 году им никто не делится. Опять же, может быть, в какой-нибудь большой ТЦ-шке он есть, в любом случае, но не факт, что он вытянет. Короче, я возвращаюсь домой. Сейчас попробую присесть в самую там крайнюю комнату, где интернет очень плохо ловит, и поэкспериментируй там. Вот знаете, всегда, когда пытаешься заснять на улице, чаще всего не получается. Так, сейчас я у брата в комнате. Здесь очень плохо дотягивает Wi-Fi. Он работает через штуку, которая якобы дает еще больше Wi-Fi, но на больший радиус я просто не помню, как она называется. Давайте попробуем здесь. Я, конечно, мог изначально здесь попробовать, но почему-то я так не сделал. Пошел на улицу, именно чтобы, так скажем, были реальные условия игры в данную потоку передач. Первый раз мы подключимся не к 5-ти герцовой связи, а 2.4, и попробуем, как игра поведет именно сейчас. Опять же, протестировать эту штуку вы можете у себя дома. Тоже напишите в комментариях, как у вас все работает. Я понимаю, что с нормальным Wi-Fi это будет все работать нормально, но все же. Давайте соло-гонка, чтобы не по сети, чтобы быстрее у нас все сделано. Там, например, сюда, 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 сюда. Пробуем поиграть и посмотреть, как игруха поведет себя. Ой, ешь, матреш. Пока вообще не реал. То есть, даже что-либо сделать, мне кажется, невозможно. А нет, смотрите, сейчас более-менее. То есть, да, есть такие микролаги, которые капец как мешают играть, но в целом, если уж прям не в моготу поиграть, что-то из этого может получиться. Опять же, все зависит от скорости интернета. То есть, если скорость нормальная, соединение стабильное, то, в принципе, вы без проблем поиграете. Кстати, я офигел от того, что, блин, я прошел весь район, и в итоге нигде не было бесплатного Wi-Fi. Как это так? Ну, кстати, здесь ситуация лучше, но ненамного. Здесь где-то 6 мегабит, поэтому, скорее всего, он и тупит иногда. Но в любом случае, это не один, как показывало. Но у меня такое ощущение, что как раз-таки скорость сбавляет именно приложение, потому что, когда я шел там по ТЦ и проверял скорость, и там, где я, в принципе, остановился второй раз, там показывало 10 мегабит. Но как только я включил приложение, у меня идут сбои. Давайте опять попробуем какую-то гонку. Так, сейчас пробуем сделать что-то здесь. Все равно есть кое-какие проблемы, но они уже не так ощущаются, как раньше. Плюс играть намного приятнее. Так, микролаги пошли. Но опять же, они не такие, как там. Кстати, несмотря на то, что соединение не такое быстрое, все равно играется комфортно. То есть, как бы, нету, наверное, какого-то тормоза в управлении. Кстати, есть мини-прикол. Вы, наверное, не заметили, но если щелкнуть на экран, то слева сверху появится кнопка Xbox. Она нужна для того, чтобы выходить в дашборд. Дело в том, что если вы нажмете данную кнопку на геймпаде, то у вас просто телефон выйдет в главный меню. А чтобы вышло именно в главный меню Xbox, нужно нажать именно эту кнопку, а потом на A. Скажем, обошли систему. Так, опять микротормоза у нас. Ну, как вы можете видеть, даже при помощи 5-герцового Wi-Fi не все так сказочно, и все равно есть лаги. В любом случае, вы сейчас можете заметить, что они не такие большие, вот именно в данный момент. Но все равно, как бы, периодически они все равно будут. И теперь давайте переместимся в мою комнату и протестируем уже на нормальном Wi-Fi. Включаемся к Wi-Fi, и давайте попробуем сразу скорость. Скорость интернета, какая у нас сейчас. Я думаю, что она будет нормальная. Ну, как я и говорил, в принципе. Запускаем приложуху. Лагов по меню вообще каких-либо нет. Кстати, вот сейчас в управлении нет вообще каких-либо лагов. Вообще. То есть, грубо говоря, как я играю на консоли. Это очень классно сделано. Плюс все очень плавно идет. Пока, опять же, напоминаю, без тормозов, которые мы видели ранее. И, в принципе, с такой скоростью очень играбельно. Вот я сейчас верчу-кручу, и, в принципе, все равно, ну, все нормально в управлении. Потому что бывает такое, что, когда ты играешь через потоку передачу, должны быть какие-то микро задержки ввода. Но при хорошей скорости, видимо, когда у вас все хорошо, такого нету. То есть, все очень классно сделано. Так, ладно. С этого, знаете, можно сделать вывод, что пока что, пока у нас ненормальная сеть, пока у нас 4G ловит хрен пойми как, вряд ли данная функция будет нормально работать, потому что везде скорость теряется, невозможно играть, то есть, соединение всегда переподключается. И как только в нашу страну, мне кажется, подвезут соединение 5G, данная функция, мне кажется, будет нормально работать, потому что чем больше скорость интернета, чем стабильнее соединение, тем лучше работает данная функция. Что касаемо xCloud, я, честно, без понятия, завезут ли к нам в Россию, но для этого нужно серверам Azure, насколько я помню, а их у нас в России либо нету, либо где-то они есть, но точно не в Москве. Глядя на все это, мне кажется, данным приложением, данной функцией можно пользоваться лишь максимум тогда, когда вы идете в туалет, присоединившись к своему Wi-Fi, тогда у вас все будет работать нормально. В общем, такой видос, жаль, что не получилось, наверное, поэкспериментировать с другим Wi-Fi, который находится не у меня дома, но мне кажется, ситуация была бы такая же. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение насчет этой функции, может быть, кто-то пробовал на своем Wi-Fi, как у вас все работает. Напишите, короче, об этом в комментариях. Лично я грешу на скорость интернета и, наверное, на то, что данное приложение пока в бета-тестировании. То есть данное приложение со всем новым дашбортом, оформлением, официально будет доступно 10 ноября, когда и выйдет новый Xbox. На этом точно все. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.